Всё ещё не знаете, где можно безопасно находить себе соперников для матча 1 на 1 или команда на команду, и не просто так, а сыграть, к примеру, на 100 рублей? Спорим на .com, ваш гарант номер один в мире киберспорта. Всем привет, с вами Маракаси, вы смотрите передачу Приколы и Баги, выпуск 34. Итак, начнём мы вот с такого вот забавного момента. Три арты, три бочтилиона, зачем-то облипили своего союзника, который, как ни странно, тоже играет на арте. И не дают они ему покоя, не дают проехать, и непонятно, почему они так делают. Может быть, они также не любят арту, как и все. И тут у М53 всё-таки лопнуло терпение, уничтожает он абсолютно всех, даже аж поголубел. И получилось, конечно, забавно, что он доставил особенно много эмоций противникам, которые рады победному бою. Е-25 занимает шикарную позицию и начинает расстреливать Т-29, который стоит в ДДК. И тут американец всё-таки поехал вперёд, но врезается в горку, и случается какой-то забавный баг. Т-29 разворачивает, и он начинает ехать прямо в сторону воды и падает туда. Похоже, этот Е-25 перешёл на тёмную сторону, и у него есть теперь такие способности, как телекинез. Он может танки двигать и направлять их в сторону воды. И плюс ещё в борта, конечно, проще пробивать. Дальше у нас будет самый эпичный рикошет, который я когда-либо видел. СТА-1 стреляет, и снаряд отлетает от башни Т-43 и убивает союзника Тигра, который стоял, кстати, очень далеко. И при этом у Тигра было фулл ХП, то есть у него взорвалось БК. Посмотрите, какое там большое расстояние. Как снаряд мог отлететь на такое расстояние и убить союзника фуллового. Я просто этого не понимаю, это невероятно. Тигр как будто притянул этот снаряд как магнитом. Ему, конечно, очень сильно не повезло, он этого не ожидал. И нет, чтобы там стоял противник, нужно обязательно убить союзника. Некоторые игроки меня так сильно удивляют, я просто не понимаю, как у них так получается веселиться. Например, как у этой ёлки. Вы посмотрите, что она вытворяет. Она прыгает на своего союзника и подскакивает на нём, как на трамплине. Вот это она, конечно, получает удовольствие от игры. Катается тут по союзникам. Если есть везунчики, то и должны быть те, кому очень сильно не везёт. Вот, например, борщик начинает выезжать, выцеливает противника и стреляет. Но снаряд пролетает мимо этой ПТ-САУ, попадает он в какую-то маленькую дырочку. И в итоге урона не удаётся нанести. Вот это невезение. А вот обратная ситуация. Едет Е100, зачем-то на всякий случай заряжает фугасный снаряд. И на ходу стреляет и пробивает фугасным снарядом Т-69, который зачем-то любезно подставил борт. Или вот, например, КВ-2 начинает выцеливать сушку и попасть тут просто нереально. Но КВ-2 стреляет и снаряд пролетает прямо сквозь это окно и забирает фуловую СУ-152. Но если это невезение, то что тогда? Ну и дальше у нас будет ещё один очень крутой момент. Т-67 едет на сушку, таранит её и в этот же момент стреляет КВ-1 и уничтожает бедную ПТ-САУ, которая просто стала жертвой истечением обстоятельств. Конечно, таранить, может быть, и не нужно было, но в любом случае очень крутой момент. Просто невероятно. Кругом одни читеры стреляют в одну сторону, снаряд летит и потом всё равно попадает в противник. Вы только посмотрите на этого читака, как можно играть. Вообще ужас какой. Невероятно стреляет в одну сторону, а попадает в Блэк Принца. Ужасно. А вы знали, что некоторые игроки попадают в ад вне очереди, если берут во взвод танк, который гораздо выше по уровню, ну или наоборот сильно ниже. И вот, например, этот ПЗ-1С улетает под землю за свои грехи. И так ему и надо. За такие вот дела нужно наказывать всё-таки. Так что справедливо это всё. Нормально. Мне кажется, если выезжать на КВ-2 бортом вдвоём не самая лучшая идея. Но давайте посмотрим. Может быть, всё-таки это действительно замечательно. Два противника выезжают и сразу же отправляются в ангар. Молодцы, так и нужно. А у вас бывало такое, что вы стоите на своей мощной советской ПТ-САУ и тут выезжает какая-то блоха, встаёт, как будто ему пофиг и начинает вас дразнить. Вы стреляете и снаряд один вообще пролетает мимо, а другой не пробивает его в борт башни. Нормально. И напоследок ещё два шикарнейших выстрела КВ-2. И на этом всё, друзья. Спасибо огромное за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok